Приветствую всех, вы на канале InStarting новости и сегодня в выпуске. Илон Маск покупает твиттер, теперь уже официально. Водородный самолет установил рекорд высоты. В Китае открылись первые станции для быстрой замены тяговых аккумуляторов. Обо всем этом подробнее далее. Обязательно подписывайтесь на канал, досмотрите это видео до конца. Я желаю вам приятного просмотра. Давайте начинать. Как и ожидалось, официально совет директоров твиттер принял предложение Илона Маска и единогласно одобрил соглашение о продаже соцсети. Стороны достигли соответствующих договоренностей, а сумма сделки составила 44 миллиарда долларов из расчета 54 доллара 20 центов за каждую обычную акцию. Это самое лучшее и окончательное предложение от богатейшего человека в мире. Сделку хотят закрыть до конца 2022 года, но сначала, как всегда в таких случаях, ее должны одобрить регуляторы и акционеры. После этого компания твиттер сменит форму собственности с публичной на частную. Как именно изменится политика и руководящий состав твиттер после перехода в частные руки, пока можно только гадать. Илон Маск пылкий поклонник и один из самых влиятельных активных пользователей соцсети с аудиторией больше 83 миллионов подписчиков. Когда бизнесмен сообщил о планах приобрести соцсеть 14 апреля, то подчеркнул, что намерен превратить твиттер в мировую платформу свободы слова. Незадолго до официального объявления подписания соглашения, Илон Маск написал в твиттер, что очень надеется и дальше видеть в соцсети своих злейших критиков, ведь это и есть свобода слова. Комментируя подписание соглашения, Маск подчеркнул, что намерен сделать твиттер лучше, как социальные платформы и раскрыть его потенциал. Свобода слова это краеугольный камень демократии, а твиттер цифровая площадка, где обсуждается темы, которые жизненно важны для будущего человечества. Я хочу сделать твиттер еще лучше, в частности запуском новых функций, опубликовать алгоритмы в открытый доступ, чтобы завоевать доверие пользователей, избавиться от спам-ботов и подтвердить аккаунты каждого живого человека. Твиттер имеет огромный потенциал, и я сгораю от нетерпения начать работу с компанией, а также с сообществом пользователей, чтобы раскрыть его. Немецкая компания H2Fly заявила об успешных летных испытаниях водородного самолета HY4. Аппарат, вмещающий четырех человек, успешно поднялся в воздух и совершил полет на высоте 2,2 километра. По заявлению компании-разработчика, это мировой рекорд для транспорта, который работает на водородных топливных элементах. В ходе испытаний самолет пролетел 124 километра из аэропорта Штутгарта во Фридрихсвахен. HY4 построен на базе существующего судна Пипастрел Таурус. Модель переняла у аппарата необычную конструкцию с двойным фюзеляжем, но была полностью переработана по части внутренних компонентов. Если Таурус изначально разрабатывался как полностью электросамолет, то HY4 представляет собой гибридное решение, которое полагается на электродвигатель вкупе с топливными элементами. За разработку последних отвечали инженеры из Института инженерной термодинамики DLR, а также компании Hydrogenics. Примечательно, что компания не планирует коммерциализировать четырехместный водородный самолет. Компания воспользуется моделью для создания платформы по разработке более крупного лайнера на топливных элементах. Главная цель – сборка сорокаместного водородно-электрического Donor 328. Если компания выдержит запланированный график разработки, этот аппарат будет представлен публике в 2025 году. Китайский производитель аккумуляторных батарей компания CATL сообщил о запуске в китайском городе Сямынь первых четырех фирменных станций для быстрой замены аккумуляторов в электромобилях. Ожидается, что к концу года в Сямыне будет развернуто 30 станций для замены батарей, каждая в радиусе трехкилометровой доступности. В то же время пионер этого направления компания NIO уже развернул в Китае около 900 подобных станций. Блочные батареи ChocoSip автоматически извлекаются и устанавливаются в машины в течение одной минуты каждая. Всего платформа CATL EVAGO способна принять до трех стандартных блоков батарей, каждый из которых позволит проехать до 200 километров. По желанию владельца станция заменит один, два или три блока, в зависимости от потребностей. Аренда каждого блока достигает 399 юаней, это 62 доллара в месяц. Но стоимость может меняться в зависимости от целого ряда условий. Стоимость замены равноценна стоимости полной зарядки аккумуляторного блока и электричества. И также варьируется в зависимости от объема полученного заряда и времени суток. Поскольку блоки совместимы с платформой EVAGO, меняться они могут только на определенных моделях электромобилей. Компания CATL работает на тем, чтобы число партнеров и число моделей совместимых с EVAGO было как можно больше. Китайская компания Pony AI, которая специализируется на технологиях беспилотного вождения, сообщила о получении лицензии на коммерческую эксплуатацию такси в одном из городов КНР. По словам компании, она первой получила такое разрешение в Китае. Компания разрешается эксплуатировать в качестве такси 100 беспилотных автомобилей в районе Наньша города Гуанчжоу. Ранее подобное разрешение было выдано на работу в Пекине. Однако тогда речь шла об испытаниях в промзоне, хотя за поездки и было разрешено взимать плату. В Наньше ситуация отличается кардинально. Пассажирские перевозки на беспилотных машинах можно осуществлять в районе площадью 800 квадратных километров, а заказ такси и оплата будут производиться через собственное мобильное приложение Pony AI. На начальном этапе, уточнили в компании, в салоне все-таки будут присутствовать контролирующие поездки сотрудники. Однако по истечении короткого или средней продолжительности срока отпадет потребность и в их услугах. Помимо китайских Гуанчжоу и Пекина, Pony AI активно работает и в США, проводя испытания на дорогах общего пользования в калифорнийских Фримонте и Милпитасе. В дополнение к новому Chevrolet Z06 с двигателем V8 на 670 л.с., электрифицированная версия Corvette станет доступной в 2023 году, а затем появится полностью электрический вариант. Об этом изданию CNBC сообщил президент General Motors. Однако он не уточнил, когда будет выпущен полностью электрический автомобиль и будет ли электрифицированная модель традиционным гибридом или подключаемым. Автопроизводитель также опубликовал тизер гибридного Chevrolet Corvette. В ролике видно, что у автомобиля вращаются все четыре колеса, сначала передние, а затем подключаются задние. Поэтому вполне возможно, это будет полноприводная модель. Я благодарю вас, что вы досмотрели это видео до конца. Если оно вам понравилось, обязательно поставьте лайк, подписывайтесь на наш канал и жмите колокольчик. Еще больше полезных проектов вы найдете по ссылкам в описании. Оставляйте свои комментарии внизу и делитесь этим каналом с друзьями. Ну а с вами был Андрей, канал Инстардинг Новости. Не переключайтесь, до скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok